Я напоминаю, что мы с вами в книге «Хескель» подходим к 10-й главе. Напоминаю, что с моей точки зрения урок посвящается памяти и разрешению души Любы Бат-Михаэль, моей любимой жены, прошедшей из этого мира. Ты оставишь ее очень много после себя. Я увидел такую поговорку, видимо, относительно новую по-русски. «Уходя, оставьте свет». Чтобы все были живы и здоровы. И чтобы все распространяли свет в том месте, где они есть. И уходя, тоже оставляли свет. Я не говорю, что уходя в другой мир, это крайний случай. Но мне очень понравилась поговорка «Уходя, оставьте свет». Чтобы после тебя всегда оставался свет. в любом месте. И мы с вами помним, что «Хескель» бой с того, как ему вельно было сбрить все волосы. Он сидел у себя в доме. И к нему пришли старейшины Иуды. И сидели и молчали перед ним. И он молчал. И Всевышний перенес его в Рушалаем для того, чтобы показать все те отвратительные дела, которые делаются в Рушалаеме. Мы помним, что это потому, что у «Хескеля» есть внутреннее возражение против разрушения Иерушалаема. Протест настоящий. Он не может это принять. И Всевышний показывает ему то, что делается в Рушалаеме. И мы помним с вами то, что характерно на книге «Хескеля». Особенно, что те описания, которые дает Пророк или Всевышний дает через него, это не описание реального мира, а это духовный образ. И поэтому иногда большие праведники могут выглядеть как идолопоклонники, которые поклоняются идолам, самым примитивным, каким-то змеям, рыбам. Почему? Потому что они не сделали ничего для того, чтобы искоренить из народа идолопоклонство, искоренить из народа культы. Мы представляем себе, что ответственность человека, который не предпринял ничего, который может, того человека, у которого есть силы, есть какая-то власть, он ничего не предпринял. Но ответственность за преступления других на него ложится такая, как будто он сам совершил эти преступления. Мы помним, что нам показаны люди, сангедрино, из-за них человек праведный. И вот они совершают отвратительные действия. Это в духовном мире. И дальше Всевышний показывает Ихискелю разрушение Иерушалаима. Это тоже духовная картина, картина духовного мира, какого-то будущего. И даже не совсем будущего, не совсем реальная картина. Это духовный пласт разрушения Иерушалаима, поскольку Иерушалаим стоит на месте, все в нем происходит, как обычно, как и было. Но Ихискел, он путешествует по Иерушалаиму, или его душа путешествует по Иерушалаиму, и он видит совершенно другую картину. Он видит, как божественное присутствие оставляет храм, видит разрушение, видит гибель Иерушалаима и разрушение храма. Вот мы с вами возвращаемся с вашего разрешения к тексту. Возвращаемся к тексту и смотрим, что у нас здесь происходит дальше. Мы помним с вами... Можно задать один вопрос? Да, конечно. Вы раньше это говорили, но сейчас как-то это мне прояснилось больше. То есть ответственность за то, что не возражали, получается лежит на тех, кто могли бы исправить. Те люди, которые могли бы исправить... Откуда я знаю, мог бы я или нет, это на самом деле человек не знает. Но на самом деле именно те, кто могли бы, они как будто делали это сами. А те, кто не мог, может быть, он и не отвечает. Поэтому вот именно главы... Это правильно отвечает. Но в конечном итоге мы видим, что все так переплетается, что не осталось ни одного праведника. Мы иногда удивляемся, как царь Давид в Салмах говорит, что не осталось ни одного праведника. Не осталось ни одного праведника с точки зрения Всевышнего взгляда сверху. Есть праведные люди, очень праведные люди. Есть люди, которые переживают, как мы видели. Они вздыхают у себя в доме из-за того, что происходит в Иерушалайме. И это тоже не маленькая духовная высота – видеть плохое, видеть дурное, видеть недостатки. Потому что часто человек живет в обществе, и он не видит его недостатки. Он как бы или не задумывается, или он настолько привык, что многое дурное кажется ему привычным, и он не обращает уже на это внимания. И когда люди переживают из-за того, что происходит в обществе, это тоже немалая духовная высота. Но видно, что это оказывается недостаточным для их спасения с точки зрения Всевышнего. Мы понимаем, что здесь крайняя мера суда, которая не будет применена в действительности. Останутся люди Иерушалаями, судьба их будет тяжелой. Но Всевышний оставит корень народа, и из него потом вырастет новый народ, новый росток, который возведет второй храм и придет к великим достижениям. Не все погибнут. Это непонятно. И в Бавиле будут и пророки, и великие праведники. Но крайний взгляд на вещи – никто не достоин спасения. Ни один человек не достоин спасения. И мы здесь говорили, что и старика, и юношу, он тем шести людям, которые пришли разрушить Иерушалаем в видении, им говорится, старика, и юношу, девушку, и младенце, и женщину, убивайте, пока не истребите всех, а ко всем тем, у кого знак на лбу не приближайтесь, и со святыни моей начните. И начали они со старейшин, которые перед домом. Видим, что наказание в духовном мире как раз ложится на тех, кто больше всего обладает знаниями, возможностями, и мог бы предпринять что-то для исправления ситуации. И сказала им, оскверните дом этот, и наполните дворы эти убитыми, выходите. И вышли они, и разили жителей города. И было, когда они поражали их, и остался я один, и упал на лицо свое, и закричал, и сказал им, Бог все сильный, неужели уничтожишь ты весь остаток Израиля, и злив гнев свой на Иерушалаемость. Сказал мне, грех в дом Израиля, иуды велик, очень. У меня видно, слышно? Да, видно, слышно меня? Да, да, все точно, видно, слышно, замечательно. Да, просто что-то здесь произошло с компьютером, он сейчас вернулся. И сказал мне, грех в дом Израиля, иуды велик, очень. И напомнила земля это кровью, а город наполнен справедливостью. И вы сказали, не оставил Бог землю эту, и не видит Бог. И тоже мы здесь должны подчеркнуть, что совершенно необязательно, что эта фраза говорится, что люди говорят друг другу, особенно праведные люди, говорят, что оставил Бог землю, то они так беседуют между собой совершенно необязательно. Просто поведение людей, оно таково, что как бы они свидетельствуют сами по себе своим поведением, что Бог оставил землю, так же, как мы в субботу, скажем, своим поведением свидетельствуем, или стараемся свидетельствовать, что Всевышний затворил мир за семь дней, а в седьмой день отстранился от работы. В том или ином смысле, неважно, за семь дней это сейчас не важно, но мы свидетельствуем о том, что мир был затворен за семь дней. И так же и они своим поведением, они свидетельствуют, показывают, что будто бы Бог оставил землю и не видит Бог. То есть они делают все так, как будто Всевышний не видит их и не замечает. Так и я, не пожалеет глаз мой, не помилую, ответственность за пути их возложу на голову их. И вот тот человек, одетый в милые одежды, у которого чернинется на поясе его, извещает, говоря, сделал я, как ты повелел мне. Я просто напоминаю, что Гавриэль, который в белых одеждах, и которому было велено отмечать людей буквой ТАП, он возвращается в видение Ехискеля ко Всевышнему и говорит, как бы оправдывая себя, я сделал все, я отметил буквы ТАП, всех отметил, вот и запмечена буква ТАП, не осталось никого в живых. Вот, это как бы наше такое повторение для того, чтобы связать с дальнейшим. И мы пробираемся дальше, мы в 10 главе, и посмотрел я его над сводом небес, который над головами ангелы Керубы, над головами ангелов Керубов, как будто камень-сапир по форме, похожий на престол, видится над ними. Ехискель возвращается к видению меркова, колесницы в этой главе несколько раз. Общая идея такова, что даже когда вот божественное присутствие здесь в данном случае в виде этой мерковы, в этой колеснице приходит разрушить храм, милость не отходит, милость не отходит, божественная милость не отходит от Всевышнего. И в том смысле, в том смысле, что в этом действии ужасном, разрушении храма, разрушении Руша Лайма, тем не менее сохраняется, тем не менее сохраняется милость и сохраняется корень, корень народа, продолжение. Интересно, что здесь ангелы названы ангелами Керубами. А Керуб, как мы с вами представляем, это человек или даже, можно сказать, лицо ребенка с крыльями. Керубы, такие Керубы стояли на ковчеге Завета. И вдруг эти ангелы здесь, которые сами по себе животные, они вдруг названы Керубами. И целый ряд комментаторов, в том числе и Абербанель, они отмечают, что это свидетельствует о том, что мера суда смягчилась. Приближение к лику человека, удаление от лика животных, оно само по себе свидетельствует о том, что что-то стало мягче. С человеком можно разговаривать, у человека можно что-то просить, у животного нет. Животное невозможно остановить. И вот когда вся эта картина, в ней как-то начинает проявляться человеческое лицо, это свидетельствует о мере милости. И откуда взялась эта мера милости? Это Ихискель кричал, молился, умолял, чтобы Всевышний не истреблял весь Рушалаим. Его молитва дошла до престола Всевышнего и пробудила милость, милость, которая проявится в этом ужасном совершенно для человека, ужасном суде. Так говорится в трактате Хагига на 13 листе. Раша утверждает, я не помню, если это в Хагига, помню через Раши, что он говорит, что только лик быка изменился и как бы ушел в сторону, такую более близкую к человеку. А тем не менее мы видим, что здесь как бы мы можем понять, что все лики. Но неважно, либо лиг быка больше, чем другие, либо через лиг быка можно было понять, что идет приближение к мере милости какой-то, а человечине, как можно было бы сказать, таким языком несколько корявым. Теперь почему именно бык? Опять же, в трактате Хагига говорится, что бык во всей этой системе напоминает о грехе золотого тенца. Есть тогда, что сыновья Израиля сделали золотого тенца, потому что, переходя через море, они видели вот такую же картину, как видел Эхискель, как говорится, как, может быть, упоминали, с вами служанка на море видела больше, чем видела Эхискель Бен-Бузи. И она видела больше, но уж эту картину меркова она любая служанка видела. И сыновья Израиля оказались не готовы к этому, не готовы к пониманию, что такое пророчество. Как мы с вами много раз обсуждали, что это желание Всевышнему что-то объяснить, это не значит, что это существует на самом деле и так далее. И вот эта вот картина меркова, она и привела к тому, что создали золотого тенца, решили служить одной из мер, которая есть у Всевышнего, одной из мер, через которые он раскрывается, и это бык или телец. Можно сказать, что, скажем, почему именно быка? Мы понимаем, что, как мы с вами говорили, лев – это поднятие вверх, возвышение, как огонь, приближение ко Всевышнему, которое тоже может увести вода за рану, тем не менее, это приближение к духовному миру, рывок в духовный мир, а выгода, наоборот, спуск вниз. И всегда в таких ситуациях, когда людям трудно, когда вот после дарования Торы трудно с этой высокой духовностью, они начинают искать что-то поближе к земле, более приземленное, тоже божественное присутствие, но раскрывающее через что-то поближе к земле, потому что очень страшен, очень труден этот рывок такой к небесам, уход в духовный мир. Мы вот что-то духовное, но поближе к земле, и поэтому выбрали быка. Интересно, что, скажем, это немножко в скобках здесь, не совсем имеет отношение к нашему тексту, но если представить себе, что не бык, а телец, это уже как бы следующая ступень, порождение этого быка. Мы говорили, что бык, как бы приближение к материальному миру, он может быть и положительным, он может быть как создание сосудов, через которые божественный свет приходит в этот мир, труд человека, благо, которое он получает, но при этом он помнит, что ему благо дает Всевышний, говорит, говорит, благословение, и его труд в таком случае, его ощущение, может быть, даже собственной близости ко Всевышнему, но в таком случае это может быть, скажем, вот этот такой спуск в материю, он может быть и положительным, когда никогда не теряется связь со Всевышним, когда человек, скажем, ест, но перед этим произносит благословение, тем самым он и получает удовольствие, и набирается физических сил, и не отрывается от высшего мира, и даже приносит его свет в низший мир, в более низкий мир, это все может быть как бы бык, а вот телец, это порождение быка, это уже уход дальше еще, куда-то дальше, мы знаем, что на иврите телец он эгель, однокоренное слово с кругом, или вообще можно сказать эгель оголь, или эгель можно перевести, если немножко поднапрячься, эгель можно перевести как круг, вот это тот круг, который очерчивает человек, когда он говорит, что до сих пор Всевышний, а дальше нет, то есть это порождение быка, бык он, да, он работа, он приближение к материи, он преобразование материи, но он может быть преисполнен и духовность, или поставлен на службу духовности, а эгель, да, его порождение, уже как бы ход дальше, да, это круг, когда человек говорит Всевышнему, до сих пор Всевышний, а дальше нет, да, я хочу что-то оставить за собой, да, поэтому, скажем, мы можем представить, Хагига, что лиг быка, он напоминает о грехе золотого тельца, напоминает о том, что сыновья Израиля хотели вот отдалиться от Всевышнего, не приблизиться с преобразованием материи, а отдалиться от него, лиг быка постоянно напоминает об этом, и Хагига молился именно о том, чтобы эта сторона была как-то смягчена, убрана, потому что говорят, что обвинитель не может стать адвокатом, и возможно, возможно, что это как-то, может быть, и в каких-то случаях это возможно, но большей частью обвинитель не может стать адвокатом, то есть нельзя взять сам грех, и прийти с ним как с чем-то положительным ко Всевышнему, и вот поэтому Ихискель просит убрать эту силу, убрать это животное начало, сделать его ближе к человеку, и он действительно добивается этого, то есть, можем сказать, ослабляет как-то материализм, материальную сторону, и вся как бы система начинает сбегаться в сторону милости, в сторону человеческого облика, и говорил он человеку, одетому в одежде ныны, и сказал, пройдя через обод колеса, к тому месту, что под ангелом, керубом, и наполни пригоршни твои пылающими углями, которые между ангелами, керубами, керубим, и врозь на город этот, и вошел тот на глазах моих. Здесь очень интересно, отдается приказ. Сейчас возьми угли для того, чтобы бросить их на крам. Кстати, мы эту картину, что ангел бросает эти угли, мы ее так и не увидим. Мы только увидим, что он набирает эти угли в пригоршню. И здесь очень интересно, что если пройти через обод колеса, если раньше колесо было названо Офан, колесо, как правило, мы можем представить себе такое деревянное колесо, непроницаемое, через которое невозможно пройти. А здесь Галгал, это обод колеса, через него можно пройти. И это интересно. Как бы Всевышний предупреждает ангела, чтобы он не говорил, что это колесо непроходимое. Вот я тебе показываю, что через него можно пройти. А то ты не захочешь брать эти угли, и скажешь, что ты можешь пройти. Можно пройти через это колесо и приблизиться к центру всей этой картины. И оттуда, из центра взять угли. Мы помним, что огонь пылает и вспыхивает из самой сердцевины. И из этого огня появляются ангелы, как мы с вами помним. А внутри огня, напомним, там есть хашмаль, светка очень высокого уровня. И из этой сердцевины, из этой картины ангел должен набрать угли. И вошел тот на глазах моих. Вошел. Делать нечего. Отговорок нет. Это не колесо сплошное, это галкаль, это обувь. Вошел. А ангелы Крувим стоят справа от дома при приближении того человека. И облако наполняет двор внутренний. Сейчас он Ихскер говорит, где он находится в храме. И он говорит, где остановились эти Крувим. Они остановились справа от храма. Я здесь присоединил картинку первого храма, но когда Ихскер идет по первому храму, здесь уже многое, многое совсем не так. Я интересно сейчас заметил ошибку. Здесь видите, здесь пандус с ступенями, он же не ступенями, пандус, он такая сплошная плоскость, наклонная плоскость, там нет ступеней. По ступеням запрещено подниматься на жертвы. Ну, так бросилось в глаза. Этих быков золотых уже нету. Царь Ахад уже давно разрезал их и отдал ассирийскому царю, как фотку. Многое по сравнению с этой картиной, которая, напоминая, то время Шломо изменилось. А видение этой колесницы, оно стоит справа от дома, где-то недалеко от порога между жертвенником и домом. Здесь стоит эта колесница. «И поднялся, слава Бога, с ангела Керуба, и переместилась к порогу дома, и наполнился дом облаком, а двор наполнился сиянием славы Бога». Верь поднялся с ангела Керуба. Теперь нужно обратить внимание. Здесь говорится о разных степенях божественного присутствия. До сих пор мы говорили о божественном присутствии. Это была для нас колесница. Правильно. То есть там внутри, как бы уже может быть, тоже есть разные уровни проявления божественного присутствия, но в целом глобально эта колесница, которая была в Бавиле, это та щена, которая находится с изгнанниками в Галуте, в изгнании. Она уже как бы, она в изгнании, оттуда избавили. Она приходит сюда для того, чтобы разрушить храм. И вдруг, слава Бога, здесь говорится, слава Богу, нужно иметь в виду, что есть еще один уровень божественного присутствия. Это свет. Можно сказать, бесконечный свет. Тот свет, который наполнил храм, когда царь Шламой его освящал. И говорится, что карены внесли, открылись двери, карены внесли ковчег в храм. И дом наполнился, дом наполнился дымом, облаком. В этот момент, когда карены внесли храм при его освящении, и карены не могли стоять. Карены не могли стоять, они должны были выйти из храма. Облако, как мы представляем с вами, оно появляется всегда, когда должен прийти, проявиться божественный свет высочайшего уровня, который человек не может выдержать. Мы помним, что единственный, может быть, кто может выдержать этот свет, это Маше, он входит в облако. Он входит в облако, облако покрывает гору Синай перед дарованием Торы, а Маше входит в облако. Маше единственный, кто может войти в Мишкан, когда над Мишканом стоит облако. Потом туда входят кавены, но сначала Маше единственный, кто ходит в Мишкан. и облако также окутывает Мишкан. С этого начинается книговая икра. Всевышний взывает Маше, призывает его, и вот он входит в Мишкан, который окутан облаком. И почему трудно войти в облако? Потому что облако скрывает свет. Там как бы внутри облака свет величайшего уровня, свет бесконечности, можно сказать. И этот свет, именно этот свет, он дает благословение повсюду, дает благословение и земле Израиля, и всему миру, тогда, когда сыновья Израиля служат в храме. И вот он как бы, если так можно сказать, цепляется за кругим, за ангелом, кроме этого бесконечный свет. Но что за ангелы кругим, тоже нам с вами надо представить. Мы понимаем, что со времен царя Юшиягу, а это, наверное, где-то лет за 30, ну, больше, лет за 45 до того момента, о котором мы с вами говорим, Арон Акодидж, Арон Абрид, Ковчег Союза уже не стоит на своем месте. Са Юшиягу до 50 лет до разрушения храма он спрятал его где-то на храмовой горе, никто до сих пор не знает, где он спрятал, и уже какое-то время его выносили и приносили, а потом перестали приносить. И об этом говорит Еремьягу, что у ковенов больше не будет их работы вносить к Ковчег Завета и ставить его на место. Его спрятали окончательно, его уже нет. Поэтому если Ескель видит видение, он видит, в общем-то, хотя и духовный мир, но тот мир, который не обманывает, в котором нету обмана. Ковчега нету и его нету. Значит, речь идет о тех ангелах-кирухах, которые подставил Шламов. Мы здесь видим над Ковчегом Завета двух больших ангелов. Естественно, что изображено в тот момент, когда все в храме было в порядке. Мы видим первого священника, который заходит сюда в емки пуры для того, чтобы принести воскурение перед Ковчегом Завета. И вот над Ковчегом Завета стоят два ангела, которые распростирают крылья от одной стены дома до другой стены дома. И они распростирают свои крылья над Ковчегом Завета. И вот этих ангелов и видит Ехискея, что за них цеплялась, как бы есть, так можно сказать, шхина. С ними был связан свет божественного присутствия с того времени, как Ковчег Завета был спрятан. И сначала, и понял, слава Богу, сам ее керуву и перепислился к порогу дома. Медмина говорит, что, слава Богу, перешла с одного к ангела Керува на другого, справа на левого, и потом она переместилась к порогу дома. И наполнился дом облаком. Свет перемещается к порогу дома. Это все происходит в видении. Но и в видении душе пророка трудно выдержать соприкосновение с этим большим, огромным светом. И дом наполняется облаком для того, чтобы свет вышел вместе с этим облаком. А двор наполнился сиянием, слава Бога. Но тут же, как мы с вами увидим, облако закрывает. То есть этот свет, он уже как бы ослабленный. И наполнился дом облаком. И свет у порога, он как бы прорывается через это облако. Но еще мгновение, и двор тоже наполнится облаком. И мы здесь с вами видим уход шхины самого высокого уровня божественного света, который, что с которым будет, можем сказать, забегая вперед, он поднимется на небо. Если шхина, мы говорим о том, что шхина с сыновьями Израиля в изгнании, то вот это уровень меркава, уровень колесницы. А тот свет, который был в храме, он уходит, он поднимается на небо. Но это, забегая немножко вперед, давайте посмотрим, что здесь делается. «И шум крыльев ангелов кругом доходит до внешнего двора, и он как голос всемогущего, когда говорит он». Трудно сказать, почему здесь Хескер видит этот шум крыльев, весь этот гомон, который доходит только до внешнего двора. «И это как голос всемогущего, как голос Всевышнего». Такой же силы этот шум. Трудно сказать, что Всевышний хочет показать. Я здесь не совсем понимаю. Может быть, то, что божественное присутствие благословения уже не распространяется повсюду. Оно ограничено храмом. Может быть. И было, когда он приказал человеку, одетому в отечественной, говоря «возьми огонь», пройдя через обод колеса, мы видим, что сначала человек между ангелами и Керумием пошел и встал возле колеса. То есть мы понимаем, что этот приказ «бросить угли», он может быть дан заранее, но угли не будут брошены, пока божественное присутствие в храме. Сначала божественное присутствие оставит храм, а потом он будет разрушен. Так и в духовном мире, и в видении, которое отображает духовные процессы, так и в материальном мире. Сначала божественное присутствие оставляет храм, и только потом люди, халдеи могут разрушить его и поджечь, но не до того, как божественное присутствие оставляет храм. И вот отдан приказ «пойди, возьми из середины колеса, из-под ног ангелов, возьми угли», и человек этот, он идет и останавливается возле колеса. Не хочет, не желает, не желает. И мы с вами говорили, что, конечно, если пророк не понимает единство Всевышнего, единство его воли, он может, к сожалению, ошибиться, так же, ошибся Ириша Бен-Абуя в том же трактате Хагига рассказывается о том, что он поднялся вместе с рабе Акива высоко в духовный мир и увидел ангела высокого уровня, метатрона, который сидит. И Ириша Бен-Абуя сказал, что не может быть, чтобы ангел сидел, у ангела нету затылка, у ангела нету лица, у него со всех сторон лицо, у него нога прямая, и он не может сесть, а вот здесь ангел сидит. Это непонимание того, как мы с вами говорили, что та картина, которая показывает Всевышний пророку, она содержит намеки, но она не как бы не свидетельствует о том, что вот действительно буквально такое бывает, вот такое сейчас происходит. Это картина, из которой пророк должен что-то понять. Ириша Бен-Абуя должен был заметить, что ангел, который сидит на престоле, он записывает заслуги сыновей Израиля, и тем самым Всевышний хотел показать мудрецам, которые приблизились к пророческому уровню, хотел показать им, что что его лицо скрыто, что как бы кто-то другой сидит на престоле, но что вы можете заметить, что как бы ничего не изменилось, это то, что этот ангел сидит и записывает заслуги сыновей Израиля. Это не указание на какую-то злую волю, которая существует сама по себе, а все как бы в руках Всевышнего, если сейчас трудное время, если сейчас лицо Всевышнего скрыто, если кажется, что на престоле сидит кто-то другой, присмотритесь, Всевышний управляет всем, а это тяжелое время послано на одно, скажем, одно из его значений, один из смыслов этого тяжелого времени, то, что увеличиваются заслуги сыновей Израиля, и они никуда не пропадают, и они записываются, они всегда перед лицом Всевышнего. Это то, что должен было понять Ильиши Бенавуя, но он этого не понял, он только заметил, что ангел сидит, и все, он решил, я учил, что ангелы не сидят, поэтому ангелы сидеть не могут. А это, грубо говоря, просто ради объяснения, а это другое кино, другой фильм, другой сюжет, а он не смог переключиться, не смог понять. То же самое здесь. Всевышний показывает Искеэлю, он не хочет ему говорить о своей милости, он не хочет ему говорить о своей жалости к сыновьям Израиля, не хочет говорить о своем нежелании разрушать храм, но он показывает пророку, что он не хочет разрушать храм, как бы у него все болит, у него все как бы внутри, если так можно сказать, про Всевышнего, протестует против разрушения храма, и это он ему показывает через ангелов, через их движения. Вот ангел пошел, и он встал, и возле колеса не хочет, и протянул ангел, керув руку свою, и тут вдруг один из ангелов колесницы, он протягивает свою руку между керувами к огню, который между ангелами, и поднял и положил угли в пригоршний человека, одетого в одежде льняные, и взял тот и вышел, и он остановился у колеса, он не захотел идти, он не захотел брать угли, ему дал угли ангел, ангел керув из как бы из своей среды, из середины, из сердцевины колес, он вынул эти угли и передал ангелу Гавриэлю, и это также указывало на то, что Всевышний сдерживает свой гнев, потому что если бы ангел взял сам эти угли из сердцевины, то не осталось бы ничего от храма и от Ярушалаема, а здесь, когда угли передавались из руки в руку, они успели немножко остыть, то есть гнев Всевышнего немножко смирился, немножко утих, Всевышний не хочет говорить о милости, можем еще раз напомнить, чтобы пророк не пошел, не сказал сыновьям Израиля милости Всевышнего велика, он говорит, что он проявит милость, Всевышний не хочет, чтобы эти подобные слова звучали, чтобы подобные слова пророк сказал сыновьям Израиля, но он хочет, чтобы Ихискель понял, что разрушение храма это против, как бы против его желания, это необходимая мера, которую невозможно избежать, и если бы судить по полной мере, надо было бы ислебить все, но здесь действует мера милости, благодаря которой немного охлаждаются эти угли, это все как бы об этом говорит эта картина, и показалось укрывим подобие руки человека под крыльями их, и здесь Мальбим отмечает, что рука тоже как бы элемент человеческий, она свидетельствует о том, что Всевышний сделает чудеса, незаметные, невидные, скрытые чудеса, для того, чтобы спасти часть сыновей Израиля, для того, чтобы спасти тех, кто в изгнании сможет стать основой народа, и укрепить его, и как бы способствовать его возвращению через 70 лет землю Израиля. Это появление руки, также элементно человеческого, оно также намекает на милость Всевышнего. И вот смотрел я его четыре колеса возле Ковин, одно колесо возле одного Керува, одно колесо возле другого Керува, и по виду своему колеса как камень Таршиш. Все то же самое как бы вот Ихискель возвращается к описанию колесницы, но здесь есть какие-то добавления определенные, и смысл этих добавлений показать, что после разрушения храма ничего не изменится по сути. Может быть мир будет восприниматься иначе, может быть мир будет восприниматься как будто он отдан в руку злодеев, может быть он будет восприниматься так, как будто созвездия управляют всем, а Всевышний не вмешивается. Все это может быть в восприятии людей, но на самом деле божественное присутствие не отказывается от управления миром, не оставляет мир ни на одну секунду, так сказать, без приспонтера. И поскольку колеса, как мы с вами говорили, поскольку колеса, как мы с вами говорили, они символизируют в этой картине представление людей о том, что мир управляется через звезды, – возможно, это действительно так, но для сыновей Израиля нет созвездия, они нет управления, но вот здесь он видит, что обращает внимание на колеса, то есть это представление о том, что мир управляется через звезды, оно обращает на себя внимание пророка, то есть оно как бы усиливается в этой картине и по виду своему колеса, как камень торшиш, они прозрачные, похожи на небеса, и по виду они все четыре как одно целое, как будто колесо вставлено в колесо, как бы та же самая картина, только здесь он подчеркивает, что они как бы напоминают сферу, а колесо вставлено в колесо, но они как одно целое, они как бы напоминают сферу, при движении в одну из четырех сторон своих идут они, не поворачиваются при движении своем, ибо место, к которому повернется голова, туда пойдут и не поворачиваясь при движении своем, о какой голове он говорит, он говорит о голове сидящего на престоле, как мы знаем, его воля, она распространяется мгновенно, и здесь он подчеркивает, что несмотря на окажущееся управление миром через созвездия, воля Всевышнего распространяется мгновенно, и как бы достаточно поворота его головы, чтобы направление движения животных, оно тут же менялось, и все тело их, и спины, и руки, движутся в том же направлении, а колеса усыпаны глазами по кругу их, так на всех четырех колесах их, то есть мы представляем себе, что колеса эти, они напоминают небесный свод, на котором звезды, но он называет их глазами, они не только называют их глазами, может быть, здесь можно было бы назвать их источниками, но все-таки лучше назвать их глазами, чтобы представить себе, что постоянно, то есть даже если есть влияние, то постоянно есть как бы считывание того, что происходит внизу, есть постоянный суд, постоянный суд, что это не просто как бы безразличные колеса, но если вы уж хотите представлять себе управление через звезды, то вот представьте себе, что как будто глаза постоянно смотрят на людей, и все зависит от людей в конечном итоге, а не от поворота этих колес. И колеса назывались оводом, и слышал я это своими ушами, то есть ангелы произносили это слово овод, что мы понимаем зачем, чтобы было понятно, что через колесо можно пройти. Здесь также можно вспомнить о году, как вы можете представить себе, почему здесь важное значение этого слова, что это оба-то не сплошное колесо. Мы помним с вами в том же трактате Хагига на 14 листе, когда с четверо вошли в сад, то есть поднялись на уровень близкий к пророческому, там рабе Акива предупреждает своих учеников, когда вы подойдете к месту чистого мрамора, не говорите маем, не говорите вода, вода, почему? Потому что лоши корм до верш кавим негет инейха, что перед Всевышним не пребывает тот, кто говорит ложь. Раша поясняет нам там, что значит не говорите когда дойдете до мрамора, не говорите, что это вода, Раша пишет, не говорите, что нельзя пройти. По мрамору можно пройти, а по воде нельзя пройти. И мы понимаем, что если в духовном мире, если они скажут, что это вода, это будет вода, они там не пройдут, и это ложь, это вода, это действительно вода, но это ложь, потому что это вода по их желанию, а на самом деле, если бы они захотели, если бы они приняли это, то, что в этом месте можно пройти, то это был бы мрамор. То же самое и здесь. Колесо определяется как обод, в том смысле, что через него можно пройти, пусть ангел, который был послан, не говорит, что это сплошное колесо, через которое нельзя пройти, это обод. Ангелы говорят, и они определяют этим саму сущность колеса, если так можно сказать, делают его проходим. И четыре ликва у каждого из животных, лик одного лик керува, и лик второго лик человека, и лик третьего лик льва, и лик четвертого лик орла. И теперь мы понимаем, почему Раша нам вначале написал, что только один лик изменился, потому что мы видим, что здесь вместо лика быка у нас присутствует лик керува, то есть по всей видимости лик ребенка, такой очеловеченный лик, лик ребенка, то есть вот эта сторона, сторона напоминающая о грехе золотого тельца, так как мы с вами его представили себе, она ушла, и вместо нее появился, бык ушел, вместо нее появился лик ребенка. И поднялись керувимы, это было тоже живое существо, которое видел я на реке Квар, он воспринимает здесь всю картину целиком, и передвижение ангелов керувов, идут колеса с ними, а когда керувы поднимаются крылья их высоко над землей, колеса также не отделяются от них, то есть он все повторяет здесь, чтобы сказать, что картина не изменилась, картина управления мира не изменилась, и отошла слава Богу от порога дома и остановилась на ангелах керувим, уже это ангелы керувим, которые введение этой колесницы и подняли ангелы керувим крылья их, для того, чтобы подняться над землей и унести этот божественный свет, и колеса сделали так же, как они, они тоже поднимаются, и остановились у проема восточных ворот дома Бога, мудрецы говорят, что опять же Всевышний показывает, что он не хочет уходить, не хочет оставлять дом, чтобы божественное присутствие оставляло дом, а слава Всесвестного Израиля на них сверху, то есть свет на Крубин и он готов уйти, куда он идет, они выйдут через восточные ворота в сторону горы Зитим, как говорится опять же в Медраши, что шесть лет до разрушения храма божественное присутствие стояло на горе Зитим, ожидая раскаяния сыновей Израиля, а потом оно поднялось на небеса, что поднялось на небеса, свет, свет, который был в храме, он поднялся на небеса, высочайшая щена, она оставила мир, осталась колесница, более слабое выражение шьены. В будущем тем же путем, которое божественное присутствие ушло, оно и придет. Как мы помним, пророк Искарья, который учился в Ихискеле, говорится и ноги Бога будут стоять на горе Зитим. Как ушло, так и придет. Сначала опустится на гору Зитим, а потом через восточные борота войдет в храм, и мы, если с вами доберемся до 48 главы Ихискеля, мы с вами это увидим. Он описывает не только уход чкины, но он описывает ее возвращение. И опять же он здесь повторяет то же самое ведение колесницы, для того, чтобы сказать, что колесница сама не изменилась, божественное присутствие в мире не изменилось, то, что останется сыновьями Израилев знаний, оно не изменилось, а вот свет, он ушел с горы Зетим поднялся наверх, поднялся на небеса. У нас осталось немножко времени, если есть желание что-то спросить, то, пожалуйста, вот я делаю сток для того, чтобы всех вас видеть в вашей квадратике, да, если есть желание что-то спросить, пожалуйста, я могу пытаться ответить. Вот я бы хотел тот заметить, я не знаю насколько это к месту не к месту, когда я впервые услышал об этой, я считаю, что какое-то испытание, вот, когда увидишь мрамор, не говори вода, вода, то у меня возникла идея вот такой символики, что надо, то есть проницательный, муж должен уметь отличать не живое от живой воды, и что поскольку тогда многие народы, особенно греки, достигли очень большого совершенства в скульптурах, они были как живые, и строили храмы из этих материалов, и все, то человеку могло показаться, что сила именно в этом, что человек может сам своими руками создавать миры, вот, а вот на самом деле это не есть живое учение, это не есть духовное как бы настоящее видение Всевышнего, а это испытание в том, что несмотря на то, что это совершенно очевидно, воза ведет воду, надо быть настолько проницательным, чтобы увидеть, что это просто гладко шлифованный мрамор, а не вода, вот, я не знаю, я не нашел каких-то таких но само по себе интересно, само по себе интересно, очень замечание интересное, и если даже оно не ложится полностью на это году, то оно замечание очень и очень, на мой взгляд, интересное, очень. Окей. Хорошо. Тут Ладно. Хочу сказать вам еще раз подчеркнуть, что, на мой взгляд, мы заняты с вами очень важным делом, и хочу вам сказать, что дело это очень трудное, вы не представляете, сколько я ломал голову со всеми комментаторами, когда, казалось бы, уже все написано и расписано, для того, чтобы понять, что там, что за слава Бога и чем слава Бога, который он видит в Бавеле, отличается от славы Бога, который есть в храме, и что же, что в храме нет этой колесницы, что в храме есть свет, и куда его колесница уводит, и так далее, и так далее, это можно просто сломать голову, но в результате получается красивая картина, что свет уходит на небеса, на горе Зетим, и оттуда же с горы Зетим он возвращается дальше в храм. Просто мне очень хотелось, чтобы мы с вами вместе продвигались, и чтобы как Эмиль уважаемый, у него возникают какие-то ассоциации, это просто замечательно. В этом весь смысл нашей учебы, очень хочется, чтобы эти тексты были для нас близкими и читаемыми, чтобы мы могли объяснить их другим, чтобы эти книги перестали быть такими закрытыми. Это большое желание. Хорошо. Ладно, большое спасибо всем. Если было трудно, то, на мой взгляд, это хорошо. Всегда можно немножко вернуться к тексту, есть по-русски текст, можно представить себе, о чем мы говорили, и опять же, если возьмем собственные ассоциации, можно их сохранить для себя, можно и поделиться. Пожалуйста, мы будем, я надеюсь, все будут рады. Окей, хорошо. Всем самого доброго, и я жду уже новой встречи с вами, с вашей помощью. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо за урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!